Перелистывая старые картонные страницы альбома с трогательной надписью «Дорогой Танюша от Вовки, 1956 год», невольно задумываешься, как давно это было и как недавно. На фотографиях отражена целая жизнь, запечатлена эпоха советских людей в самые счастливые моменты. Создать фотоисторию своей семьи, впрочем, как и сейчас, стремился каждый. С одним различием – возможности фототехники 20 века и современной диаметрально разнятся. Взглянуть на мир через объективы фотокамер отцов и дедов дают возможность представленные экспонаты выставки. Опыт предыдущих выставок показывает, что эта тематика интересна и взрослым, старшему поколению, потому что это немножко ностальгия, поностальгировать приходит, и интересно молодому, новому поколению «Некс», которые просто не знают этих предметов, которыми пользовались наши родители, бабушки, дедушки, не знают, как это устроено было. Влюбившись в искусство фотографий еще в детстве, Виктор Кораблев не расстается с фотоаппаратом и по сей день, находя вдохновение в повседневной жизни. Являясь давним другом научно-технической библиотеки, он предоставил несколько фотоаппаратов 20 века для участия в экспозиции и серию фотоснимков, посвященных насекомым, которую Виктор снял прошлым летом на даче. Многообразие цвета и креативное видение автора откроет каждому из посетителей красоту природы и возможности уже современной фотоаппаратуры. В 13 лет занимаюсь в 6 классе и одновременно с этим посещая кружок краеведов Брестского городского дома пионеров, у нас была поездка. Ну и вот там кинули кличи, у кого есть фотоаппарат, значит, возьмите на память. А фотоаппарат оказался дома у меня. Ну, прошел инструктаж буквально за три минуты и все, и начал снимать. Фотоувеличители, экспонометры, глянцеватели и фотобумага, химические реактивы и многие другие экспонаты выставки, предоставленные музеем Брест-театральной и друзьями библиотеки, воссоздают полную картину искусства фотоснимка 20 века, дают представление о том, какой путь развития прошла фототехника тех лет.